Привет, мои хорошие! Привет, мои золотые! Что случилось с Матрангом? Пишите вы мне, и я такая, кто такой Матранг? Конечно, я шучу, сегодня наш герой это Матранг, который слетел с катушек. Если вы так же, как и я, не знаете, не следите за ним, то он поехал в Таиланд, сбрил брови, блин, второй джиган. Мы будем разбираться, с чем это связано, к чему это привело. Вообще ноль инфы, кроме того, что моя подруга Аня Горобец его обожает. Будем смотреть его карту, посмотрим на Таро, что на самом деле происходит в данный момент с Матрангом, и посмотрим, что по Сатурну. Потому что первое, на что я обратила внимание, это на то, что вы еще не подписаны, не лайкнули и не написали комментарий сердечки. Да, а второе, на что я обратила внимание, что Матрангу в этом году будет 29 лет, а это прекрасный возраст, когда Сатурн говорит, дорогой, пора взрослеть или пора умирать. Вот умирать или взрослеть выберет Матранг, мы не знаем, но попробуем с вами разобраться. Давайте сначала, я знаю, что, наверное, YouTube не пропустит, но я хочу все-таки настроиться на Матранга, послушать Матранга, что он поет. Очень, кстати, посредственная кухня. Ну ладно, на мой вкус, не обижайтесь поклонники Матранга. Ну, он же нарик, это же понятно по песням, разве нет? Такой же нарик, как Джиган. Кому-то отрывает пальцы, интересно, это мы тоже у тебя в карте найдем. Ага, одиночество, все понятно. Ну ладно, давайте смотреть на Матрангу, которому в этом году исполнится 29 лет, если он до них доживет. Солнышко у Матранга находится еще в последних градусах, но Овна, соответственно, по солнышку Овен. Ну, что горячий, черненький молодой человек все для Овна подходит. Солнце, битое Нептуно, это аспект зависимости. Солнце, битое Урана, это достаточно для суицида. Луна в квадрате с Марсом, кстати, Матранг это последнее, на кого можно обращать внимание женщинам, потому что он тот еще, как говорится, товарищ с претензиями к женскому роду. Ну, начнем с классики. Луна, мама. Луна в Козероге, мама холодная, мама луна в квадрат Венеры любви не додала, тепла не додала, претензии к женщине через маму у Матранга начинаются прямо сейчас. Венера при этом в рыбах, еще один указание на зависимость. И там же в рыбах Сатурн, который приходит и такой, о-о-о, а взрослеть-то будем? Или что, или так и будем колдырить? У Матранга мы, смотрите, сколько нашли аспектов зависимости. Также у него достаточно в натальной карте есть аспекты суицидов и неожиданных решений или неожиданных схождений с ума. Это аспект Солнца, квадрат, уран. Это странность, неожиданность сбрить брови. Ну, брови он сбрил. Ира, что с Матрангом? Ну, обдолбался. Обдолбанный Матранг. Значит, там он просил, говорят, денег у подписчиков. Кто ему деньги отправляет? Боже, ну, наши люди любят всякое говно. Любят алкашей, наркоманов, слабаков, жалких мужиков. Это, наверное, там у него донатов на еще несколько доз. Значит, Солнце в соединении с Меркурием. Меркурий уже в Тельце, и поэтому, скажем прямо, голос, конечно, сладкий, но очень непонятно, что поет. И там же предназначение. Предназначение в Тельце, но предназначение стать созидателем, семьянином. Он до него еще далеко, 35-36 лет, надо этому колдырю дожить. Если бы Матранг пришел ко мне, Солнце, бокс, картинг, собаку завести, гулять с ней. И, естественно, зависимостями в 12 шагов к психотерапевту бороться и не употреблять ему нельзя. Вот если у вас есть напряженный аспект с Нептуном, как у Матранга, вам употреблять нельзя, потому что вы окажетесь без бровей в соплину в Таиланде. И не удивляйтесь, если у вас потом транс тайский встретится. Если у вас гармоничный Нептун, ну, у вас меньше шансов оказаться без бровей, понимаете? То есть, как бы пить вообще не очень хорошо, мы это все понимаем, взрослые люди. Но вот если напряженный Нептун, прямо категорически нельзя. Матранг вообще нельзя пить. Нельзя вообще ничего употреблять. С Венерой в рыбах, с любителем, у любителей уплыть. Луна Венера, мама недолюбила. Девушка бросила. Солнце, квадрат Нептун и Уран. И вот мы имеем, что имеем. Пока мы имеем что-то без бровей, а вообще в целом, как же его вселенная заставит повзрослеть? Либо здоровье подкосится, но деньги уже подкосились. Раз он милостынно начал просить, а у него Марс во льве, ему нужна сцена. Он очень горделивый, гордый. И это, конечно, все ему категорически он летит на санях в пи***. Но это вы без меня видите. Но просто аспекты его туда катят. Но это не означает, что напряженные аспекты равно 100% оказаться без бровей в Таиланде. Нет. Он мог с ними работать. Просто он до 29 лет не хотел взрослеть. Пришел Сатурн, а он не прощает. Сатурн не прощает, если вы не хотите взрослеть. Почему, например, клуб 27 существует? Это суицидники, как правило, либо алкаши, которые померли в 27. Это они не хотели идти во взрослую жизнь, в ответственность. В Сатурн не хотели. Ну, не хотели, идите на пи***. Как говорится, вселенная с нами, знаете, шутить не будет. Ну, так что, надеюсь, что выкарабкается. Ну, нельзя такому человеку употреблять. А он употребляет и активно. Давайте посмотрим на картах Таро. Что ж там у нас с мальчиком-атрангом. Иду за... Боже мой. Серьезно? Ань, серьезно? Вот Аня Коробец. Обращение к тебе. Моя любимая подруга. Серьезно? А я знаю, Ань, почему он тебе понравился. Потому что твоя Венера в рыбах выбирает говно с Венерой в рыбах. Ну, давайте посмотрим, что за процесс проживает Матранг. Кто зовут этого Матранга? Я чувствую себя бабкой. Как это Матранга зовут? Алан. Алан. Давайте. Алан Матранг, что у нас за процесс проживает. Но я, прежде чем вскрою карты, хочу вам сказать, спасибо, что держите меня в курсе. Спасибо, что заказываете. Что случилось с Матрангом? Я без вас, честно говоря, этого бы и не узнала. Пишите, кого еще разобрать. Кто вам еще интересен. И я обязательно сниму на это разбор. Это наш счастливый. Немножко, конечно. Ой. Так. Ну что. В ресурсе он сейчас... Посмотрите. В этой карте рыбы нарисованы. Мы как раз говорили про Венеру в рыбах, про Сатуру в рыбах, который его заставляет одуматься. И эта карта, ну, на самом деле, карта счастья – это карта пика. Ну, эндорфин и все дела под алкоголем и наркотиком. А дальше, конечно, процесс... Значит, агрессия невыраженная, чувство вины сейчас он испытывает. И дальше идет в беспокойство по деньгам, в тревожности, панические атаки. И что самое интересное, на этой карте нарисован Меркурий в тельце. И у Матранга в натальной карте Меркурий в тельце. И вы мне еще скажете, что вы знаете кого-то более великолепного, чем я. Ну, давайте подумаем, что за этим дальше стоит. Что стоит за этим счастьем? Вот оно. Изобильно все было у мальчиков. А сейчас чувство вины. Надо сделать все правильно, чтобы люди не осуждали. А как правильно-то? Правильно, по-честному все рассказать. Ну, пойдет сейчас Матранг со своей какой-то исповедью. Исповедь еще одного наркомана. А то у нас все наркоманы любят записывать исповедь. Вот. И вот беспокойство, панические атаки, в том числе по деньгам, заканчиваются потерей денег. Так что у него в натуре нет денег. Но не бежите, пожалуйста, его спасать. Ему надо ответственность брать. То есть подавление, расстояние, ограничение. Ну, в общем, Матранг медленно, наверное, движется со скалы. Как помните пели. Разбежавшись, прыгну со скалы. Возможно, он и прыгнет, кстати. Ну, давайте так. Есть ли вероятность, что Матранг закончит жизнь самоубийством? Или нет? Так, это да, а это нет. Значит, вторую карту смерти, кстати, не означает смерть. Означает кризис, который человек преодолел. Это вселенная, это завершение. А видите, карта, которая означает физическую смерть вторую, на ней нарисован Сатурн, про который мы говорим. 29 лет вообще это очень такой переломный период жизни человека. Я запишу вам большое видео про Сатурн в 29 лет. Ну, вот Матранг его, конечно, проходит ярко. Поэтому мы сейчас про него говорим. Расскажите нам, пожалуйста, карты. Матранг выберется из кризиса. Или сделает какую-то ошибку и выберется. Но я не могу вам сказать, что без глобальной психотерапии астрологии он вообще способен этими демонами управлять. Но, хорошо, карты показали, что он из этого кризиса выберется. Так что скоро поклонники Матранга вы снова можете ему донатить. Снова сможете слушать его песню Медуза. Если вам хочется разбор кого-то еще, то в комментариях пишите кого. Спасибо большое за внимание. Я вас обожаю, люблю, целую, пупсики мои. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, скинуть это видео, а не горобец. И всем поклонницам вот этого Нарика. Проверьте, у них нет ли у них рыб, Венеры в рыбах. И желание спасать всех жалких и убогих наркоманов, алкашей, тунеядцев. Потому что с Венерой в рыбах, если вы не смотрели это видео, обязательно посмотрите. Это достаточно распространенная херня. Вот. Ну и, конечно, я вас зову на бесплатный курс, который вы можете посмотреть под этим видео. Чмоки-чмоки. Люблю вас, птенчики мои. И давайте не злоупотреблять и не сбривать брой. Хорошо, договорились. Пока-пока.